приветствую друзья с вами видишь сегодня мы поговорим о кораблях в общем магазиновских кораблях которые вчера запустили я выскажу свое мнение касаем этих кораблей вот и соответственно для начала хочу чтобы вы понимали вчера буквально начался тест всего два дня будет он вестись то есть это даже я сказал сверх ранний доступ с целью собрать и фидбэк и какие-то мнения от игроков чтобы понять нужна ли такая концепция развития кораблей или ее нужно немножечко сменить это правильно потому что если бы газины такой флот который сейчас мы увидели запустили скажем так при полноценном збт я бы немножко огорчился что нужно поменять я принципе сейчас расскажу все по порядку так первое ну казалось бы у нас вроде бы если заходить глобально есть уникальная фишка отличие от конкурентов это модель повреждений у нас каждый член экипажа отвечает за что-то но есть запасные матросы и конечно гибель отдельных членов экипажа серьезно сказывается на эффективности к вашего корабля на то как он ведет огонь как тушит пожары как борется с затоплением корабля в конце концов и вот это все здорово вот с это вот респект у нас нет полоски здоровья у нас все очень сложно и реалистично в плане повреждений за это респект графика ну графика у нас хорошая не скажу что вот в кораблях я прям вам в такого как бы ощущения не было вот но насколько я знаю там очень серьезно будет влиять погода будет штиль будет штурм это все конечно скажется то есть и волны будут другими вот мы это еще посмотрим весь рано что-то обсуждать но вот если говорить о графике местами просаживался fps я надеюсь к же это как бы пофиксит игру оптимизирует опять же я здесь делаю скидку за счет того что это все-таки очень ранний доступ поэтому надеюсь оптимизации тоже поработает а теперь геймплею где я как раз его смотрел наши сложности наши проблемы первое что бросилось в глаза ну казалось бы две новые карты здесь претензий нет две хорошие карты это не та карта которую сделали на коленях во время теста в офисе газинов когда я ездил с коллегами это не та карта которую тестили на который тестили корабли на games коми здесь же две полноценные хорошие карты вот и там большое количество островов которые используются для того чтобы ну скажем так спрятаться от противника снять себя фокус который ведется со стороны врага и здесь все понятно вот она вы начинаете как бы свое развитие на крейсере катере как это принципе было анонсировано и вот здесь как раз есть сложность само поведение очень очень легкая очень аркадная и это мне не понравилось если поначалу вот когда вчера стримил два часа мне это принципе все нравилось это было забавно то по истечению стрима я понял что мне скучно слишком легкий геймплей он ну настолько легкий что нет никакой скилл зависимости то есть представьте ситуацию когда вот вы просто наводитесь там этими бесконечными прицелами по противнику просто зажимаете гашетку все ваши мелкокалиберные пушки работают по противнику он работает по вам и вы просто движетесь так сяк без каких-то там напряжений извилин в своей голове а на самом деле так и есть то есть вы опытный игрок то придет алёшка ну вот лет десяти он будет играть не хуже нет никакой скилл зависимости вот геймплей слишком простой его нужно усложнять усложнять возможности попадания по противнику с помощью пушек и так далее то есть придумать это нужно придумать вот дальше по своим ощущениям ладно забудем например про то как мы ведем огонь по противнику на мгновение вспомним как он ведет огонь по нам вот происходит попадание 1 попадание 2 попадания что происходит на нашем корабле вот номер я игрок да вот и на корабле какие эффекты я чувствую какие моменты там никакой атмосферы ничего не чувствую ребята просто фейспалом папа нам попадает снаряд все просто попал снаряд я как стрел по противнику так и стреляю нет никакого страха потерять свой корабль в этом проблема нет криков нет каких-то там прям колоколов чтобы они там прям блин у нас пожар давайте быстрее тушим все очень плохо 15 процентов там скажем так уже затопило корабль на 15 процентов все ничего такого нет то есть нет никаких предупреждений о том что все плохо чтобы игрок боялся потерять свой корабль просто тишина там что-то там пожар там его тушат и все то есть все очень банальные просто нет атмосферы и страха как бы потерять свой корабль кроме того когда вы ведете огонь по противнику то что по вам попадает то что вас корабль это никак не сказывается ну да может быть какие-то пушки и на мгновение не могут вести огонь но нет никаких стрясок при мощных попаданиях да просто будто ничего на корабле не происходит там такие аморфные пацаны ходят там типа этот отсек горит да остальные просто ведут огонь у нас пожар на него дальше ведем огонь никаких стрясок никаких усложнений геймплея от большого количества повреждений просто отключаются некоторые пушки на время и все ну и сам корабль хуже управляется это тоже нужно учитывать тоже нужно создавать атмосферу вот как раз и страх потери корабля чтобы игрок уже задумывался о том чтобы боже мой мне все это хреново что ли и начал как бы действовать иначе дальше торпеды с ними тоже есть особенность вроде бы казалось торпеда самое мощное оружие всех этих катеров крыси это катеров торпедоносцев и так далее проблема в том что торпеда легко обнаруживается торпеду вот маркер торпеды виден с большой дистанции она не слишком быстро и вот вроде бы режим аркадный в аркадном режиме кстати все корабли ускорены но торпеду настолько легко обнаружить она очень далеко обнаруживается что вы спокойно уклоняетесь то есть я не видел такого чтобы торпеда попала за большой дистанции только если игрок совсем там уже не афкнул пошел за чаем пока к нему идет это торпеда на большой дистанции поэтому здесь нужно тоже усложнять обнаружение торпед то есть торпи должна обнаружился прям самый последний момент ну конечно сделать отдельного члены там экипажа это можно сделать перк прокачиваемый называется наблюдатель то есть например чем он лучше прокачан я кстати об этом говорил после первого теста в офисе газинов флота то что вот нужен такой перк ну все равно как бы даже с максимальной прокачка он не должен обнаруживать как бы эту торпеду слишком далеко она реально должна удивлять игрока особенно с не прокачанным экипажем то есть если наберли экипаж 0 может быть вообще не стоит как бы показывать маркер торпеда идет 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 ее может только сам визуально увидите все здесь нужно усложнять этот момент чтобы торпеды были более эффективны и менее заметны ну вот но здесь еще сложность в том что если у нас будет два режима ну еще sb ну ладно аркада rb в аркаде же корабли ускорены а торпеда получается имеет единую скорость что в арбе в аркаде получается в аркаде от торпеда будут легко уклоняться и там они будут менее востребованы ими чем в рб поэтому торпеды сами по себе тоже нужно ускорять тоже как бы для аркады их делать более быстрыми так также еще папа самолетами а пока не буду проходить я думаю это отдельно еще подождет вопрос есть мысли касаемо самолетов их применения вот и расположение баз где они могли бы там как бы дислоцироваться чтобы когда тоже не слишком сильно влияли как в танках на ход боя хотя принципе корабли могут не легко от них отбиваться здесь важнее на поговорить в целом о концепции развития прокачки до крейсер он бодрый интересные но это опять же быстро надоедает то есть помимо того что надо усложнить геймплей на эти корабля сделать скилл зависимым есть такая особенность как вот не знаю там переход на более серьезные корабли вот цели нужна игроку цель прокачать такой-то такой-то крутой корабль до который имел бы залп мощный хороший залп потому что реально не хватало очень артиллерийских там каких-то систем которые делали сделали залп да и все там видел как ты правильно взял упреждение ты попал ты чувствуешь этот корабль прям ух как и дал залп а здесь бы а та 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 всю игру я чувствовал себя сомалийским пиратом я вот этого ощущения не чувствовал один раз на объекте 1124 где две башни а-34 я смог сделать хороший такой более-менее хороший залп и это мне понравилось я понял что нужно нашей игре поэтому я считаю ограничивать развитие наших кораблей из тупо лодками это глупость то есть такие лодки быстро надоедят ребята нужно дать хорошую цель то есть это прокачка эсминцы может быть крейсера я не говорю сейчас про линкоры про ямато что 10 и на 10 там ямато в классическом понимании ведут бой течение часа это бред это наркомания я категорически против такого и только неадекваты могут сказать что да она нужны линкоры нам нужны ямато вы в курсе что вот те же варшипцы в 15 где-то раз ускорили свои корабли то есть это ребят даже не стоит сравнивать так что нам под управлением игроков классическом понимании ямато всякие не нужны точно но вот эсминцы крейсера все-таки с такими хорошими мощными залпами нам нужны потому что прокачивать лодку ради лодки никто не захочет ну в чем соль просто вся ветка исследований тупо лодки ну это не интересно я понял что это все-таки не интересно именно после вчерашнего теста нам нужны более серьезные корабли то есть ну в разумном понимании то есть я еще раз говорю не нужны нам линкоры можно пониже как-то но тем не менее понятное дело что торпеды это очень опасный как бы инструмент он может потопить с одного попадания даже эсминец но тем не менее ребята все равно все захотят эсминец походить на эсминцы может быть на крейсере это намного намного интереснее вот это вот реально топовые вещи которые обязательно нужны игре на одних лодках наша игра далеко не уедет это сто процентов какими бы их не делали бодрыми интересными и кстати здесь уже высказался что они слишком бодрые и слишком аркадные ну вот что можно еще сказать ну в целом принципе все то есть самое главное я сказал то что здесь нам нужны все-таки более интересные задачи по прокачке вот и все-таки геймплей нужно нужно менять я не знаю может быть я не прав ребята вы выскажитесь в другом ключе я абсолютно кстати хочу дождаться от вас каких-то комментариев касаемо нашего флота что мне нужно поменять пока есть время поменять таши газе на его будут менять прислушиваться к игрокам пишите ставьте палец вверх вот и соответственно в дальнейшем я надеюсь что мы увидим другие корабли которые будут более интересными в плане как раз геймплея в остальном как бы претензии пока вот кораблям нет то есть модель повреждения графика ради бога ребята делайте делайте интересные корабли мы ждем все всем всего самого лучшего и увидимся в ближайшее время парни все пока